МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра в областном драматическом театре отбудется концерт продюсерского центра «Артбис» Гомельской областной филармонии. А зараз об этом и иншим больше подробно. У господарка Гомельской области протягиваются полевые работы. В вынику достатково протяглого холодного надворья у широкого сельскохозяйственных предприятий унесли коррективы в попередние планы и заменили ранее збоживое на иншие культуры. Основная культура, зякими зараз, працуют аграры, гречка и проса. Первая пассеяна на полове отведенных площадь, другая займая уже маль три-чверти продугледженных под ГАЕ палетков. А про шатагу господарки наближаются до завершения работ по пассации бульбы. Причем плык однокожный десятый гектар, продугледженный под другий белорусский хлеб, опрацовывается фермерами. Что тышится Городины, то самые великие площади на Гомельщине все лет отведены под горошек, больше 750 гектаров. Далее в этом списе цыбуля, морква и капуста. Завтра с 12 до 13 годин отбудется промая телефонная линия во управлении ДАИ Гомельского обл. Ваканкама. На пытание Жихара у Гомельщины, яке тышится деянности ведомства, откажет начальник державтоинспекции региона Игорь Макушенко. Потелефоновать можно по номеру 68-3153. Своё 20-ти годи означает Гомельский филиал Университета грамадянской обороны МНС Беларуси. Святочное мероприемство с на годы юбилея отбылось в областном громадско-культурном центре. История научной установы почалась в 1997 году. На ее створение тогда дали усягод 90 дзен. Напомнить в училище материально-технической базой и педагогичными кадрами за такий термин сдавалось было немогчимо. Однако маневыкональную задачу выросли. За 20-х годов свою гисторию установа адвокации некольких разов меняла назву. С невеликого училища перетворилось в высшейшую научальную установу и сегодня заявляется часткой Университета республиканского значения. Это визитная карточка нашего города, потому что сразу за этим потянулось, что мы создали лицей, прототип Суворовского училища. При учебном заведении создана рота почетного караула. Ни одно мероприятие и в городе, и в области не проходит без него. Душа радуется, когда видишь ребят, которые уже достигли определенных высот. Я очень доволен, что я сегодня нахожусь здесь. На урочистом мероприемстве, присвященном юбилею установы, лепшие его супрацовники отримали у знагороды областного и городского узровня. Со сцены прагучал привитальный адрес от старшины Гомельского балвыконкама у Владимира Дворника. Свои лепшие творы выконали артисты областной филармонии и аматорские коллективы структуры МНС. Мы становимся более практикоориентированы. Программа, естественно, постоянно меняется и совершенствует. Естественно, мы хотим видеть наше учебное заведение процветающим, чтобы из наших стен выходили настоящие специалисты своего дела, которые готовы выполнить задачу любую. 20-ти годы набору на специальность психология святкуют в Тюгомельском державном университете имя Франциска Скарыны. За эти годы факультет вырос как колькосно, так и якосно. Сегодня он включает три кафедры, на которых працуют больше за 40 выкладчиков. Вот и влекло три человеки – это докторы и коляд 20 кандидаты педагогичных и психологичных навук. Факультет не обмеживается двумя специальностями. Тут заявились такие специализации, как социальная психология, так само социальная педагогика и практичная психология. В этом году будет проходить первый набор студентов на специальность социальная работа. А кроме того, на факультете працуют две науковые и три студентские доследшие лаборатории. Все это дает максимум студентам заниматься наукой уже с первого курса. В частности, приборы, которые мы используем – это приборы белорусской обратной связи, которые позволяют развивать стрессоустойчивость, формировать различные навыки, которые потом в жизни могут пригодиться человеку для того, чтобы нивелировать негативные последствия стресса. Ну и плюс еще один такой, что эти приборы позволяют развивать внимание, память, что очень важно для подростков гиперактивных. Лаборатория, отдельная подрихтовка абитуриентов до централизованного тестирования, позволяющая школьникам развить стрессоустойливость перед таким важным мероприемством. Подобный проект денется и на базе в училище Олимпийского резерва. В его рамках проводится психологическая подрихтовка спортсменов до споборництва. Дорывший факультет активно развивает международное супрацовнество. В прошлом году мы закончили выполнение проекта «Темпус», связанного с внедрением системы инклюзивного образования в нашем регионе. И в этом году мы приступили к реализации трех международных проектов. Один из проектов связан с развитием компетенции в белорусском высшем образовании. Второй проект связан с внедрением преподавания модулей по праву в подготовку педагогических работников. И третий проект у нас завязан в основном с украинскими партнерами. Мы будем развивать сеть центров профориентационных, которые помогут молодым специалистам устроиться в жизни. Реконструкцию походного лагера, побыту характерного для 14-15-го ста годзи, представили у Гомеле. Атмосферу эпохи обновили представники клубов исторической реконструкции Белоруссии, России, Украины. Музей живой истории, який разгорнулся на открытой пляцовце на территории ГДУ Мяфранциска Скарыны, складался из некоторых тематичных часток. Працовал кулинарно-рамесный блок, наведывальники смогли обачить процесс приготовления ежи в середневечных походных умовах, при этом некоторые стравы были доступны для дегустации. Так само пройшли середневечные гульни, где гостям свята пропоновали попробовать себе в роли стрелка-злука або погулять в аналог крикету. Тлумачений на пляцовках давали студенты гисторичного факультета Гомельского университета и удельники клубов гисторичной реконструкции. 23 мая в областном драматичном театре отбудется концерт продюсерского центра «Арт-Би» с Гомельской областной филармонии. Подчас репетиции артистов наведала и наша здымочная группа. Дружба – это не работа, дружба – это не работа. Я в обшагах справа и разрушусь я вам, ради они. Саправдное музычное свято от солистов-выхованцев продюсерского центра «Арт-Би» с Гомельской областной филармонии чекает гостей 23 мая. В этот вечер на сцене областного театра з'явится усё сузорье артистичных талентов. Группы «Барнеа», «Вариянт», «Александр Панамаренко», «Яна Мурай», «Александр Дюбянко» и другие солисты продюсерского центра продемонстрируют своё майстерство. Я подготовила песню «Глаза» и я буду выступать с Барбариками, с мамой и с звездой. Песня у меня про дискотеку. Едем-едем в соседнее село. Она прикольная. На опушних репетициях маленькие артисты отточуют майстерство с профессийными педагогами, яке что год перетворают своих выхованцев узорок сцены. Яркую программу складывают шматлики сценичные образы спеваков продюсерского центра. Не обыдется и без спецэффектов сучасного шоу. Концерт будет не просто песней. Это будет песней вместе с танцами, с интересными нашими мыслями. Абсолютно такие, скажем, креативные взгляды на песни сегодняшнего дня, на эстраду. Организаторы обещают сюрпризы еще до початку концерта. Фотосессии с артистами, живая размова смогут подарить глядачам неполторные эмоции, настроить на отповедную музыкальную хвалю. Юлия Брисовец, Александр Харлампоу, телерадио-компания «Гомель». День супрацовников физической культуры и спорта означали областным в училище Олимпийского резерву. Сегодня установа кузня кадров для галины. Тут отрымливают эдукацию будущие зорки белорусского спорта. Профессийное свято в училище вырошили означать не просто урочистым сходом, а яки треба с поборницами и провели спортланды. Наставники супрацвучня, тренеры супрацпартсменов. Мастеньшага вызначали две команды. Демонстровали спрыт, моцы, кемлевость. Титулы и ранги не имели никакого значения. Подчас таких спорта, все ровные. Головная мета веселых стартов – умоцование корпоративного духа. Не совсем удобно нашим и заслуженным тренерам проигрывать учащимися, ставить их немножко невловкое положение. Но мы это хотим превратить в шутку. И не ставим задачу, кто должен выиграть. Победителей нет. Я еще раз говорю, это, наоборот, должно сплатить коллектив. Это иншая новина, вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее в эфиры «Спортивный агляд». С новинами «Спорт» у вас познаемець Максим Самин. «Спортивный агляд» «Спортивный агляд» «Спортивный агляд»